Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Святитель Тихон Задонский явил своей жизнью яркий и поучительный пример высокого благочестия и аскетизма, кротости и смирения, настоящей нелицемерной любви к Богу и ближним. Неоценимым даром для всех последующих православных христиан стали его мудрые, глубоко назидательные и спасительные творения. В них, по словам схиархимадрита Иоанна Маслова, нашли отражение те святые мысли и чувства, которыми питались его душа и которые одушевляли и наполняли его великое любящее сердце. Поэтому его творения, не менее самых высоких подвигов жизни, возбуждают к святителю благоговейное почитание и издавна являются любимым народным чтением. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, в которой собраны избранные письма святителя Тихона Задонского. Об этом издании далее в нашей программе. По словам иеромонаха, ныне игумена Николая Павлока, творения святителя Тихона имеют большое значение не только для русской, но и всей православной церкви, являясь частью ее священного предания. Помимо этого объективного фактора, существует еще ряд обстоятельств, делающих личности духовное наследие святителя особенно близким современным православным христианам, а изучение его творений особенно значимым. Как отмечает отец Николай, творение святителя Тихона имеет преимущественно норовоучительный характер и практическую направленность. В новое время, когда возникающие ереси являются главным образом лишь повторением заблуждений, уже известных и опровергнутых церковью. Особую актуальностью приобретают вопросы христианской нравственности. Насущным становится указание пути ко спасению и водительство на этом пути посредством проповеди и нравственно-аскетических творений. Именно в этом видел свою задачу как архипастырь и как церковный писатель святитель Тихон. Современное состояние России и русского общества, по мнению отца Николая, во многом напоминает времена святителя Тихона. Как теперь, так и тогда Россия являлась страной, открытой западному миру, влияние которого стало существенным фактором жизни почти всех слоев русского общества. Влияние это имело и имеет, с точки зрения христианской нравственности, характер преимущественно отрицательный. В смысле религиозном, по причине активного распространения неправославных и вообще не христианских взглядов. В плане бытовом, из-за искажения традиционного уклада жизни русского общества. Среди его высших слоев стали распространяться взгляды эпохи просвещения, стремления к роскоши, искания чинов, наград, презрения к простому народу. А среди последнего тоже колебания в вере, а также пьянство и иные пороки. В настоящее время названные явления лишь усугубляются. Святитель Тихон близок нам не только в связи с актуальностью для современного человека тех исторических реалий, которые так ясно предстают и получают свою оценку в его творениях. Он близок как православный духовный писатель, учитель церкви, живший в России немногим более двух столетий назад, обращающийся преимущественно к простому народу, на языке нам гораздо более близком, чем язык древнерусских писателей. Наконец, как архипастырь святой жизни, великого дара слова и силы духа. Все это делает творение святителя Тихона Задонского предметом пристального внимания, как изучения, так и душеполезного чтения. А их автора как угодника Божия и святителя русской церкви, особенно близким современному православному человеку. Главной целью жизни человека на земле святитель Тихон считает спасение души. Его письма часто заканчиваются словами «Спасайся!» «Спасайся о Господе!» «Спасайся о Иисусе Христе!» Так в одном из писем святой архипастырь пишет. «Первейшее и самое нужное христианское дело – это вечное спасение. Нужны нам одежда, пища, питье, дом и прочее, но вечное спасение так нужно, что без него все ничто. Все имеет тот, кто спасение имеет, и ничего не имеет тот, кто спасение не имеет, хотя бы и весь мир под своей властью имел. Ибо вечное спасение едино есть на потребу. По слову Христову – это благая часть, которая не отнимется от нас. «Все от нас, что не имеем в мире этом, отнимется. Богатство, честь, слава, роскошь, дружество, жена, дети и сама жизнь временная в день смерти отнимется. Но спасение души, единожды обретенное, никогда не отнимется, но с душой на тот век пойдет, и во веки веков от нее не отлучится. Вот тебе первейшее христианское дело». А вот еще одно письмо, в котором святитель снова говорит о том, что значит едино есть на потребу. «Можешь ты сам рассудить, что это говорится о вечной жизни. Говорится, что она одна только нам нужна, без чего-либо другого можем обойтись. Но она одна только, единственно, необходима. Ради нее в мир этот рождаемся, крестимся и обновляемся, чтобы ее получить. Ради нее Слово Божие нам объявлено, чтобы из него познали Бога и Сына Божия Иисуса Христа, и, познав, навечно спаслись. Ради того Христос Господь наш в мир пришел, пожил, трудился, страдал и умер, и тем отворил нам дверь к вечной жизни, которую мы заключили нашими грехами, и показал путь и способ получения ее. Видишь, что для нас вечная жизнь совершенно необходима, как насущная потребность, без которой никак нельзя обойтись. О том, что непременно нужно тому, кто хочет спасти, святитель говорит. Православие или правую веру содержать? Но, как он отмечает далее, этого одного недостаточно для спасения, ибо бесы веруют и трепещут, по словам апостола. Веруют, что Бог един есть, что Христос пришел в мир, и имени Его Святого боятся. Поэтому апостол требует, чтобы мы показали веру от дел. Покажи мне веру от дел твоих. Ибо как дерево доброе от плодов добрых, так и истинная и сердечная вера от добрых дел познается. Многие называются христианами верными, но дела иное показывают. На устах веру показывают, но из дел язычниками, или даже хуже их являются. Говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него. Потому надо с православием и живую веру иметь, которой непременно последуют и схожие дела. Такую веру старайся иметь, и спасешься. Спасайся. Призывая паству к любви, к познанию божественных истин, к терпению, святитель Тихон также по-отечески увещевает. Молю оба вас, возлюбленные, молю вас тихостью и кротостью Христовую. Пощадите души ваши и покайтесь, да не вечно погибнете. Рассуждая о призыве Господа к покаянию, Святой Отец пишет, что вначале оно нам предлагается, как дверь, через которую приходим мы ко Христу и веруем в Него. Надо прежде применить нрав, применить внутреннее состояние и исправить жизнь, и так утешаться святым Его Евангелием, которым нам Царство Небесное возвещается. И Святой Предтеча, и Господь наш благовествует нам, что приблизилось Царство Небесное. Но вначале оба полагают покаяние, говоря «покайтесь», ибо истинное покаяние приготовляет сердце к восприятию Евангелия или радостной вести. А на вопрос, как может человек сердце свое исправить, святитель отвечает, «Если хотим лицо наше исправным иметь, посматриваем в зеркало, исправно ли оно, и там, усмотрев что-либо достойное порицание на лице, отираем или омываем. Так когда хотим сердце наше исправить, чтобы правое было и правое замышляло, то должно нам в чистое зеркало жития Христова часто посматривать и, глядя в него, усматривать неправоту сердца нашего и исправлять ее. Правое же сердце – то, которое всем отдает должное, Богу и Господу своему, послушание и честь и славу, ближнему же своему ищет и делает пользу, как себе. Избранные письма свидетеля Тихона Задонского – это живое слово доброго пастыря, проникнутого любовью к Богу и грешному человеку. Несмотря на то, что прошло более 200 лет после их написания, эти письма по-прежнему актуальны и отвечают на многие вопросы современных христиан. Какова главная цель человеческой жизни? Что ждет человека за ее порогом и от чего зависит его судьба в вечности? Для чего дается нам страдание? Как переломить бесконечную череду забот, переменить свое внутреннее состояние и сердцем обратиться к Богу? Как победить свое малодушие перед Богом и людьми? Как спасти свою душу? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответ в письмах святителя Тихона Задонского. Дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова